Слова русского языка Каждое свое. Каждая самостоятельная часть речи обладает определенным набором морфологических признаков. И каждая самостоятельная часть речи является самостоятельным членом предложения. Выделяют следующие самостоятельные части речи. Имя существительное, обозначает предмет, отвечает на вопросы «кто?», «что?», Имя прилагательное – обозначает признак предмета, отвечает на вопросы «какой?», «чей?». Имя числительное – обозначает количество, порядок предметов при счете, отвечает на вопросы «сколько?», «который?». Местоимение – указывает на лицо, предмет, признак, количество. Глагол – обозначает действие, отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». Наречие – обозначает признак действия, отвечает на вопросы «как?», «где?», «куда?», «откуда?», «как долго?», «насколько?», «почему?», «зачем?». Некоторые лингвисты относят к самостоятельным частям речи причастие, идее причастия. Причастие обозначает признак предмета по действию, отвечает на вопросы «что делающий?», «что сделавший?». Дейпричастие обозначает дополнительное добавочное действие, отвечает на вопросы «что делая?», «что сделав?». Служебные части речи не имеют самостоятельного лексического значения, только дополнительное грамматическое. Они не являются самостоятельными членами предложения, а выполняют служебные функции при самостоятельных частях речи. К служебным частям речи относят предлоги. Предлоги связывают существительные местоимения с другими самостоятельными словами. Предлоги помогают сформировать падежные формы существительных и местоимений. «Подбежать к дому» – форма дательного падежа. «Мы с тобой» – форма творительного падежа. Союзы тоже являются служебными частями речи. Союзы связывают члены предложения, части предложения и отдельные предложения. Чаще всего встречаются союзы «и», «а», «но», «или», «что», «что», «бы», «если», «когда», «потому что» и другие. К служебным частям речи относят частицы. Частицы придают оттенки значения словам и предложениям. Частица «не» придает значение отрицания. «Ж» – значение усиления. Частицы «разве» и «ли» придают значение вопроса словам и предложениям. Кроме самостоятельных и служебных частей речи, есть еще междометия. Междометия – это особая часть речи, которая передает чувство, не называя его. Междометие «ах» может передавать удивление, разочарование, восторг, испуг. Все будет зависеть от речевой ситуации. Как же нам с вами определить, какой частью речи является слово? Мы должны будем с вами ответить на вопросы. Что это слово обозначает? На какой вопрос слово отвечает? Какими морфологическими признаками обладает данное слово? и каким членом предложения является? Посмотрим это на примерах. Итак, слово «ночевать» обозначает действие, отвечает на вопрос «что делать?» – это глагол. Слово «ночевка» имеет значение предмета, общее грамматическое значение предмета, отвечает на вопрос «что?» – это имя существительное. «Ночной» обозначает признак предмета, отвечает на вопрос «какой?» – это имя прилагательное. А вот слово «ночью» может быть разными частями речи. Слово «ночью» может быть наречием, если отвечает на вопрос «когда?» – «случилось когда?» – «ночью». В таком случае слово «ночью» в предложении будет являться обстоятельством. Слово «ночью» может быть именем существительным в творительном падеже. В этом случае оно будет отвечать на вопрос «чем?» – «восхищались чем?» – «звездной ночью». В таком случае это слово в предложении будет являться дополнением. Так, синтаксическая роль слова помогает нам определить, какую частью речи оно является. Продолжение следует...